Мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, которые требуют глубокого анализа. Мы практически в прямом эфире наблюдаем сном привычного образа жизни, погружение планеты в системный кризис. Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Я уже говорил и повторю, что это лишь повод, ширма, прикрываясь которой, глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что есть у них планы и на постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси. Парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал. Мы однозначно оцениваем происходящее после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам, ну, как говорится сейчас, цветных революций. Мы об этом можем порассуждать. Никакой революции здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров. Движущая сила этих беспорядков – внешний фактор. Мотив тоже понятен. За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющего отстаивать национальный интерес. Беларусь стала членом Клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику. Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения, а по сути налицо убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства. Мы проходили все это в 90-х годах прошлого века и знаем, что это верный путь к развалу экономики, системе социальной защиты, ну и в итоге к обнищанию народа. Аналогичное событие мы наблюдали и наблюдаем на территории других – республик бывшего Советского Союза, Украины, Кыргызстана, Молдовы. Уверен, что эти же технологии в обозримом будущем попытаются применить и в России, в других странах Содружества.